Всем привет! Сегодня я научу вас готовить самые полезные и вкусные брауни без муки, сахара и сливочного масла. Это низкокалорийное шоколадное удовольствие не оставит вас равнодушными. При этом нисколечки не навреди фигуре. Готовы попробовать брауни от RedMatte? Вместо сливочного масла мы используем авокадо, вместо муки овсяные хлопья. А сладость нам дадут банан и мед. Для начала нам нужно тщательно измельчить овсяные хлопья в муку. Нужно, чтобы у вас получилось примерно пол чашки овсяной муки. Далее берем наш спелый мягкий авокадо и выкладываем мякоть в комбайн. Берем банан и измельчаем его вилочкой. В полученную массу добавляем к авокадо. Теперь добавим мед. Меда вы можете добавить на свой вкус. Лично я добавила 130 грамм. Теперь берем чайную ложку ванильного экстракта. И все хорошенько перемешиваем до однородной кремовой массы. Перекладываем наш зеленый крем в большую миску. Это будет очень красиво выглядеть. В миску добавляем 2 яйца и 1 белок третьего яйца. Теперь все хорошенько взболтаем. Добавим овсяную муку и тщательно перемешаем. Ох, теперь нас ждет самое интересное. Добавим половину чашки неподслащенного натурального какао-порошка. Ммм, уже начинают течь слюнки по этому шоколадному безумию. Добавим щепотку морской соли и неполную чайную ложку разрыхлителя. Все перемешав, мы получим наше тесто для брауни. Включим духовку на 180 градусов по Цельсию. Берем небольшую прямоугольную форму и смазываем ее оливковым или кокосовым маслом. Теперь выкладываем наше чудо-юдо в формочку и равномерно распределяем по всей поверхности лопаточкой. В принципе, можете поставить в духовку и так, но я еще сверху немножко посыпала темным шоколадом. Ставим в духовку примерно на полчаса. По мере приготовления дайте брауни основательно остыть. Эту красоту можно разделить на целых 8 порций. Пробовав эту вкуснятину, вы очень сильно удивитесь, насколько сильно он похож на высококалорийный оригинал. Только вот наш брауни – это здоровая альтернатива. Ведь он содержит полезные жиры от авокадо, клетчатку от овсянки и витамины от фруктов. Приятного аппетита! Ваша Редмед. Редактор субтитров А.Семкин